69 делегатов из судов всех муниципалитетов Мурманской области. В столице Заполярья состоялась отчетно-выборная конференция судей. Делегаты подвели итоги работы судейского корпуса за минувший год и наградили особо отличившихся коллег. Исходя из статистики, озвученной на конференции, судьи Мурманской области по-прежнему практически не выносят оправдательных приговоров. За прошлый год суды Мурманской области рассмотрели 2499 уголовных дел. По ним осудили 2062 человека. Оправдали лишь двоих. В большинстве случаев обвиняемых до вынесения приговора содержали в следственных изоляторах. Из 942 таких ходатайств со стороны обвинения удовлетворено было 793. В федеральном суде Мурманской области в прошлом году рассмотрено 4630 дел об административных правонарушениях. Из них подвело наказание 3800 человек. В 2016 году в суды поступило 45124 гражданских дел. Это на 5000 дел больше, чем в предыдущем году. Федеральные суды Мурманской области окончены производством 45560 гражданских дел. С вынесением решения 37574. Остаток составлял на 1 января 3023 дел. Из 160 федеральных судей, которые должны быть по штату, в Заполярье работают 133. В результате на их плечи ложится огромная нагрузка. На каждого в среднем ежемесячно приходится 43 гражданских дела, 4 уголовных и 3 заседания по административным правонарушениям. Лучшие судьи в рамках конференции получили заслуженные награды от правительства Мурманской области. У арбитражного суда Мурманской области количество работы, наоборот, немного уменьшилось. За прошлый год в нем рассмотрели около 13 тысяч дел. Снизилось, например, количество споров, связанных с электроэнергетикой. А вот банкротами предприниматели и физические лица стали признавать себя чаще. В прошлом году у нас поступило в суд 177 заявлений с банкротством физических лиц, ну и предпринимателей в том числе. И увеличилось, не существенно, но увеличилось количество споров с банкротством предприятий. Поскольку эти споры носят длительный характер, то они несколько лет могут рассматриваться. Поэтому число их увеличилось, а вот число оконченных судебных актов по результатам рассмотрения этих споров немножко уменьшилось. Военные банкротятся, не спешат. Они чаще всего попадают в суд из-за того, что не могут определиться между любовью к автомобилям и страстью к горячительным напиткам. Из двух тысяч административных дел, рассмотренных в прошлом году Северным флотским военным судом, с вождением в нетрезвом виде связаны около 700. Количество таких правонарушений из года в год остается примерно на одном уровне. Не только в отношении военнослужащих Северного флота рассматриваем, но и других воинских формирований, ФСБ, МВД, которые дислоцированы на территории. Мы обслуживаем суды гарнизонные под ведомственной Северного флотского военнослужа. Они дислоцированы не только на территории Мурманской области, но и на территории Архангельской области. То есть два суда еще у нас есть в Северодвинске и в Архангельске. Как отметили на конференции, основными категориями дел на сегодняшний день остаются иски о взыскании денег по страховкам и кредитам, долгов ЖКХ, дела, связанные с разделом имущества и трудовые споры.